Синдром Синдром – это совокупность симптомов с общими идеологией и патогенезами. Синдромы пульмонологии можно подразделить на 5 больших групп. Первая группа – синдромы поражения бронхи. Ко второй группе относят синдрому поражения респираторных отделов легких. К третьей – синдрому поражения плевра. К четвертой – синдромы поражения сосудов легких. Пятое – это синдромы, характеризующие функциональное состояние легких. Синдромы поражения бронхов подразделяются на Синдромы диффузного поражения бронхов и на синдромы локального поражения бронхов. К синдромам диффузного поражения бронхов относят Синдром бронхитический или остробронхитический, Синдром бронхиальной обструкции и Синдром бронхоспазма. К синдромам локального поражения бронхов относят Синдром бронхоэктотический и Синдром ателлектаза. Вторая группа подразделяется на синдромы снижения воздушности легочной ткани и на синдромы повышения воздушности легочной ткани. К первой относят синдромы очагового уплотнения легочной ткани, синдром массивного уплотнения легочной ткани и синдром диссеминированного поражения легких. Ко второй относится синдром полости легком и синдром Афизены. К синдрому поражения плевры это Синдром сухого плевита, синдром гидроторакса, синдром пневмоторакса и синдром гидропневмоторакса. К четвертой группе относят синдром кровоохаркания и синдром легочного кровотечения. К пятой относятся синдром дыхательной недостаточности, которая бывает обструктивной, реструктивной и смешанной. А также синдром легочного сердца. В следующих видеороликах будем разбирать каждую группу синдромов пульмонологии подробно.